Доброе утро! Мы начинаем наш вебинар. Сейчас ровно 10.30 по московскому времени. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли вы меня видите и слышите. Я вижу, кто-то пишет, нет звука, но я думаю, что это нет звука до того, как я вышел в эфир. Да, вот я вижу, что плюс ставят. Разрешите представиться. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев, я кандидат педагогических наук, академический директор школы Skyeng, главный редактор журнала «Английский язык в школе». Есть еще должности. Те, кто со мной знаком, те знают меня и по другим должностям. Они никуда не делись. Но я думаю, что этого более чем достаточно. Кто о чем сказали? Коллеги, если у кого-то нет видео, потому что я смотрю, у кого-то слышно, у кого-то слышно отлично, у кого-то что-то подвисает. Такое иногда бывает, когда вы смотрите с мобильного устройства. Там приходится переключаться. Либо вы видите презентацию, либо видео лектора. Я думаю, что презентацию смотреть важнее, но вы можете вполне переключаться. Давайте сделаем так. Тем, кому плохо слышно, я думаю, так будет слышно лучше. Я буду микрофон поближе держать. Хорошо? Так будет лучше. И давайте мы, коллеги, так договоримся. Я буду стараться отвечать на ваши комментарии там, где могу. Если я какие-то вопросы пропущу или какие-то важные комментарии, вы их всегда можете написать в вкладке «Вопросы». И я тогда постараюсь прокомментировать. И в конце у нас будет несколько минут на ответы на вопросы. Тема у нас сегодня весьма интересная. Мы будем говорить про индивидуализацию обучения. Я покажу два сервиса. Это сервисы SkySmart и SkySchool, которые разработал и предлагает Skyeng. 95% материалов на этих сервисах абсолютно бесплатные. Я вижу, у нас собрались коллеги-преподаватели разных предметов. Коллеги, напишите, пожалуйста, кто-то у нас был учитель физкультуры. Какие еще предметы вы преподаете, если можно? Напишите в чате. Хорошо? Технология. У нас есть преподаватель. Английский язык. Что еще? Коллеги, если зависает, здесь может быть проблема со связью. Химия и биология. Коллеги, не спешите. Иногда бывает от того, что плоховато работает связь, связь восстановится. Через приложение слышно, но здесь можно сделать погромче, либо наушники включить. Так, коллеги, кто-нибудь слышит или у всех висит? Так, русский язык и литература. Висит. То есть у кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то слышит. Хорошо, значит, все-таки проблема, наверное, не в том, как у меня идет трансляция, а в том, как у кого какие-то сбои. Коллеги, вебинар автоматически записывается на видео. Вполне возможно, будет доступно. Ну что ж, давайте мы поговорим про индивидуализацию тогда. Я надеюсь, что сейчас сработает ситуация. Итак, зачем нужна индивидуализация? Дело в том, что все дети разные, и они овладевают общеучебными умениями и учебным материалом по-своему. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Дети бывают разные, с разным темпом, разными способностями. И несмотря на то, что в последние годы очень серьезно критикуются теории познавательных стилей, все равно, я думаю, что можно отметить, что разным ученикам требуются разные вещи. Кому-то, например, нужны опоры на аудио. Кому-то нужны визуальные опоры. Кому-то нужны действия. Например, детям нужно определенным работать руками. Так, я вижу, что много проблем. Так, давайте попробуем. Скажите, пожалуйста, а сейчас лучше стало тем, у кого висело? Или по-прежнему не работает? Так, английский язык. Звук появился. Хорошо. Коллеги, я убрал свое видео. Ничего страшного, я убрал свое видео для того, чтобы увеличить пропускную способность. Поэтому давайте хотя бы будет слышно. Ну что ж, коллеги, вы ничего не пропустили. Ничего страшного. Смотрим на презентацию тогда, на лектор. Можно будет посмотреть в конце, если потребуется. Итак, зачем нужна индивидуализация? Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что все дети разные и овладевают и учебным материалом, и общеучебными умениями совершенно по-разному. Существовала долгие годы теория learning styles, познавательных стилей, но в последние годы ее критикуют. Говорят, что она не находит своего фактического подтверждения. Ни нейрофизиологи ее не подтверждают, ни многие другие ученые. Но, тем не менее, ученики разные. Кому-то требуется больше опор на аудио, кому-то визуальных опор, обязательно картинка нужна или схема. Кому-то, пока своими руками не сделает, тоже не запомнит. Вот у нас даже учитель физкультуры есть, я думаю, что коллеги подтвердят. Можно детям показывать, но некоторые дети запомнят только тогда, когда они сами движения нужны и повторят. Кому-то нужно больше времени на выполнение заданий, кому-то нужны тренировочные упражнения, большое количество. Просто потому, что они работают так же хорошо, как остальные усваивают, но им нужно больше тренировочных упражнений. Правда же, кому-то просто требуется внимание учителя. Вот даже опоры на аудио и визуальные опоры и действия. Давайте мы с вами попробуем поэкспериментировать. Скажите, пожалуйста, коллеги, вот когда, например, вам надо вспомнить? Ну, предположим, вы подошли к банкомату, и вам надо вспомнить пин-код от вашей карты. Потому что если вы ее пользуетесь редко, вполне можно забыть. Вот как вы вспоминаете? Кто из вас вспоминает, как этот пин-код был записан на листке бумажки? Вот прямо перед глазами встает картинка. Есть такие? Если можно, напишите тогда картинка. Кто из вас вспоминает, как вы просто пальцами по клавиатуре водили, вот сами движения руки? Если кто-то движение руки вспоминает, напишите «рука». А есть ли кто-то из вас, кто вспоминает, как звучал пин-код? Например, вы его вслух проговорили, и вы его просто про себя еще раз повторяете. Ни картинку не представляете, ни как руками водили, а просто звук. Есть кто-то такой? Вот посмотрите, даже то, вот у нас есть и аудиалы. Кто-то про себя проговорил, кто-то зрительно плюс рука. То есть сколько бы ни критиковали теорию познавательных стилей, все равно у нас есть предпочитаемые нами способы запоминания информации. Кто-то запоминает то, что слышал лучше, кто-то запоминает то, что видел, кто-то запоминает движение. И мы с вами, вот как пишет Василий Силыткин, все вместе, рука, звук, картинка. Конечно, кто-то запоминает цифры, логически объясняет. Это уже мнемотехника. Вот даже вот эти вот моменты, цифры в голове вспомнить главную последовательность, вспоминается картинка. То есть посмотрите, коллеги, даже мы с вами взрослые люди, которые прекрасно умеем учиться, иначе мы бы в этой профессии не выжили бы. Даже мы с вами по-разному работаем с информацией и воспринимаем какие-то разные стороны. И это тоже один из ключиков индивидуализации, но это и одна из особенностей учеников, которые можно учитывать. Всего обучения, конечно, на этом не построить, но даже вот такие моменты, они позволяют нам говорить о том, что нам, по крайней мере, надо равномерно распределять. Не только рассказывать, но и показывать. Не только показывать, но и делать. Это, конечно, основа педагогики, но все равно про них очень часто забывают. И сейчас в дистанционном обучении очень часто это, к сожалению, не срабатывает. Потому что то у нас лекции читают, то просто кто-то отправляет по WhatsApp задания и прочее. А сейчас чудовищно выросла нагрузка на учеников, поэтому мы с вами об этом тоже поговорим. Вот видите, кто-то явно математик. Сумба первой пары и второй пары чисел. Я гуманитарий, я занимаюсь иностранным языком, мне в голову не пришло про сумба думать. У разных учеников разные способности, в том числе и к изучению языка, и родного, и иностранного. Вы, возможно, слышали про такие тесты. Тест на определение языкового интеллекта Зиверта, например. Или в английском языке есть англоязычный тест, Modern Language Actitude Test. Это говорит о том, что, например, иностранный язык выучить, конечно, могут все. Но точно так же, как на родном языке, кто-то будет лучше на иностранном языке говорить, кто-то хуже, богаче речь, беднее речь. И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Потому что индивидуализация, она может помочь как-то компенсировать недостатки. Но проблема в том, что, к сожалению, есть определенный уровень способностей. А если мы с вами говорим про способности выдающиеся, например, одаренные дети и прочее, то мы знаем, что одаренность, она вообще может и проявляться, причем иногда довольно неожиданно, а может и затухать. И бывают ситуации, когда дети, например, в начальной школе весьма одаренные, а потом эта одаренность начинает затухать. Мы сейчас не будем в эти вещи вдаваться, потому что у нас основная задача индивидуализация. Вот пример, кстати, того, как выглядит тест на определение интеллектуального интеллекта, тест Зиверта, так называемый, психологический. Здесь довольно простые вещи, они на родном языке. Если кому-то из вас интересно, найдите, пожалуйста, он есть в интернете, и вы можете просто с собственными детьми попробовать, с учениками, с родственниками. И вы поразитесь, насколько разные будут совершенно по скорости, по точности данные. Здесь ничего особенного не нужно, здесь просто нужно уметь делать выводы, вспоминать какие-то вещи на основе языка. Пойдемте дальше. Зачем еще нужна индивидуализация? Затем, что у разных учеников существуют разные цели в учебе. Давайте мы посмотрим на примере английского языка, как могут отличаться цели учителя и ученика. Я думаю, коллеги, какой бы вы предмет не преподавали сейчас, все равно иностранный язык мы с вами учили, правда? И, кстати, кто из вас, кроме учителей иностранного языка, пользуется или, например, в состоянии использовать иностранный язык, который вы в школе учили, в быту, например, в поездках, в общении с иностранцами? Кто-нибудь может? Вот кто-то пишет уже ноль, кто-то пишет иногда использую. Немецкий, замечательно. Перевожу по словарю, тоже нужно. Замечательно, когда пишут плюсы или кто-то по работе. Иногда кто-то пишет точно нет, очень редко. Но здесь несколько проблем. Одна из проблем в том, как нас учили, правда же? Потому что если не учили говорить, а учили читать в основном. Вот Наталья Винировна пишет, использую немецкий, китайский. Вообще великолепно работали переводчиком. У кого-то бывает программируем на английском замечательно, а у кого-то бывает и ноль, к сожалению. Дело в том, что цели могут быть разные. Я выписал сейчас результаты опроса, когда учеников спрашивают, зачем вам нужен иностранный язык, в частности, английский. Когда они приходят в школу учиться или на курсы на какие-то, им часто задают вопрос, а какая цель? И посмотрите, как ученики формулируют. Например, понимать песни на английском. Хочу. Хочу научиться общаться в игровом чате. Например, играют в танки, международный чат, там команда и прочее. Нужен английский язык для этого. Хочу понимать фильмы, мультфильмы. Хочу получить хорошую оценку в школе. Бывают и другие ответы, но вот это вот самые частотные получаются. Учителя формулируют по-другому. Вот коллега пишет, помогаю внукам учить английский. Лейла Кариму пишет, что не соглашаюсь, в школе учили и говорить. Это хорошо, это очень сильно зависит от того, как обучали. Вот есть коллеги, которые ведут английский. Часто песни, игры. Верно. У учителя цели... Да, некоторые не очень понимают русский. Это вот то самое, даже не языковое чутье, а то, о чем мы говорили. Разные способности к языкам, в том числе и к иностранным. И здесь вопрос, как Елена Хабарова верно пишет, плохо учили. Тут вопрос в том, что и плохо учили преподаватели, может быть, и плохо мы сами, может быть, просто не знали, как обучать. Правда? Разного уровня развития и так далее. Учитель формирует цели по-другому немножечко. Учитель говорит о том, что одна из целей является достижение планируемых результатов в гос. Выполнение программы, естественно. Одна из целей нашей – это подготовка к ГЕ, это ОГ и ЕГ. Это подготовка к ВПР, контрольным работам. Ну и, конечно, научить общаться. Есть и такие проблемы, и есть проблемы с мотивацией, как пишет Юлия Ахтяма. Если ребенок не хочет, его научить невозможно, конечно же. Посмотрите, насколько эти цели по формировкам отличаются. Вот то, о чем говорят ученики, которые хотят изучать, и о чем думает преподаватель, потому что мы скованы. Нормами у нас есть ориентиры различные, и с нас потом спрашивают. Не только с ребенка, это его судьба определяется, но с нас спрашивают за то, что результаты, может быть, ЕГЭ или ОГЭ не очень хорошие. И если мы посмотрим на те же предметные результаты в гос, основное общее образование по иностранному языку, конечно, ни одному ребенку в голову не придет сформулировать свои цели таким образом. Если мы спросим у ребенка, а ты хочешь достичь до порога уровня иноязычной коммуникативной компетенции, ребенок просто не поймет, о чем речь идет. То есть вот такие вот вещи. Сейчас мы поговорим и о том, как замотивировать учеников на изучение английского языка. НЛП интересный. Интересный подход. Часто работает, но это вообще тема для отдельного вебинара, о котором можно тоже поговорить. И еще есть одна особая категория учащихся – это дети с особыми возможностями здоровья. К сожалению, они тоже нуждаются в индивидуальном подходе и учета ряда особенностей. И вот как Вера Исланкина пишет, не учитываются индивидуальные особенности детей довольно часто. Давайте мы с вами посмотрим на конкретных примерах, как же можно научиться, вернее, как же можно учитывать хотя бы побольше эти индивидуальные особенности. Что нам дает вообще индивидуализация обучения? Ну, помимо учета образовательных потребностей учеников, то есть тех самых целей, которые ученики держат в голове, когда приходят к нам с вами на предмет, это еще и возможность дополнительной тренировки. Это расширение углубления знаний у тех учеников, которым требуется. Это повышение мотивации хотя бы за счет того, что ребенку становится более интересно учиться, потому что он понимает, что он своих целей достигает и так далее. Ну и, соответственно, дополнительная подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Другая проблема в том, что как же нам достичь этой самой прекрасной поры. Я здесь взял в цитаты, потому что я имел в виду как раз то самое знаменитое стихотворение Некрасова насчет того, что жаль только жить в эту пору прекрасную. Особенно в нашей ситуации, с учетом того, что происходит. Коллеги пишут, тоже совершенно справедливо, что сейчас в школе родители учеников сами учились в 90-е и 2000-е годы, когда ценность образования была невысока, и они сами не очень научились учиться, потому что тогда надо было выживать. Поэтому, соответственно, они незначения иногда не придают образованию, правда же? Да, ЕГЭ, конечно, здесь опечатка, прошу прощения. Коллеги, я презентацию в 3 утра закончил писать. Поэтому я прошу прощения за опечатки, я еще и раньше на предыдущем слайде в предлоге в одном видел. Я думаю, что многие замечали. Так вот, что нам делать с этой прекрасной порой и что мы можем сделать? А проблем довольно много. Можно, конечно, искать задания нужной тематики в интернете. Их сейчас море. Материалов много, и видео различные, и готовые разработки учительские, но на это просто нет времени. Правда же? Причем, более того, не только на это нет времени, но начинаешь задание какое-то, смотришь, оно заявлено на определенную тему и на класс, а по уровню оно не очень подходит конкретному классу. Может быть, оно и ложится в уровень сложности, который для этого класса предназначен. Но вот смотришь на учеников и понимаешь, что они не справятся. Либо не просто не справятся, или наоборот, бывает слишком просто. Правда же? Бывает, когда задания не соответствуют концепции ОМК, по которым мы работаем. Что здесь имеется в виду? То, например, как подается материал. Бывают ОМК, в которых сначала объясняется правило, потом на примерах этих правил дети их отрабатывают в упражнениях, и только потом они выходят на какие-то продуктивные задания. А бывают ОМК, в которых работает другая система. Когда дети сначала смотрят на примеры, им задаются опорные вопросы на анализ, они пытаются самостоятельно вывести какие-то закономерности, определить правила, то здесь разница между индуктивным и индуктивным подходом к обучению. И после того, как определили правила, они сверяются в справочнике, так они это правило поняли или не так, и только потом идет тренировка. Правда же? Поэтому есть и слабые дети, и в этом тоже проблема. Поэтому далеко не каждый материал, который находится на просторах интернета, подойдет по уровню сложности, по тематике, по тому, насколько он соответствует концепции ОМК. И потом возникает вопрос, а как встроить эти материалы в план урока? Можем ли мы прогнозировать точно, сколько времени работа займет у большинства учеников? Можем ли мы, например, посмотреть, сказать, вот этот ученик послабее, я ему вот этот материал возьму? Ну, плюс, опять же, большая проблема – это дополнительные задания. Они означают дополнительную проверку учителям. Это рост затрат времени, а сейчас времени катастрофически мало, не только потому, что отчетность существует, но из-за того, что дистанционное обучение… Вот, коллеги, скажите, пожалуйста, в условиях дистанционного обучения у вас нагрузка по затратам времени выросла, снизилась или осталась такой же? Выросла, причем значительно выросла. Казалось бы, что как же хорошо время на дорогу до работы можно не тратить. На самом деле нагрузка очень увеличилась. Коллеги, скажите, пожалуйста, а по отчетности как у вас? Потому что я знаю, что в разных школах и регионах у кого-то отчетности больше стало даже. То есть требует какие-то там чуть ли не скриншоты с проведенных уроков и прочих. Вот что вам требуется для того, чтобы отчитаться о том, что мы с вами провели занятие? Ежедневный мониторинг. А в чем мониторинг заключается? Карта урока делать. Карта – это вообще ужасная вещь. Вот коллеги работают в Sky School. Замечательные оценки в журнале. У кого-то не стало больше, слава богу, математики проверяют задания с утра до ночи. Действительно, очень много мониторинга. Вот как раз мы сегодня с вами посмотрим. Скриншоты Skype-уроков требуются, сообщения директору. И причем посмотреть, насколько разные требования. Ужас просто. Правда? Давайте мы с вами посмотрим, какой можно найти выход. Вот здесь нам может помочь максимальная автоматизация обучения. Чтобы не мы с вами проверяли, а и чтобы у нас результаты оставались. Давайте мы посмотрим на то, как мы можем приблизить эту чудесную пору. Я вам сегодня покажу две платформы на конкретный пример. И посмотрим, мы наконец-то от теории обсуждения переходим к практике. Посмотрите, пожалуйста. Прислать до 17 часов план урока со всеми ссылками. Это вообще, конечно. Коллеги, я честно скажу, я не представляю при работе на ставку, насколько вы с такой отчетностью, когда вы успеваете это делать. Введение бумажного журнала, сохранение всех переписок с родителями. Вот если кто-то работает больше, чем на ставку, а я знаю, что большинство коллег больше, чем на ставку работают, то это просто, по-моему, просто это физически невозможно. Видеоконференции проводить на полторы ставки. Поэтому, коллеги, вот посмотрим. Сейчас очень здорово, что те, кто комментирует, есть. Те, кто работают уже с этим платформой. Для тех, кто еще не работает, я вам хочу показать. Интерактивные рабочие тетради SkySmart. Они есть по ряду предметов, поэтому мы с них начинаем, чтобы большинству из вас полезно было. И я подскажу еще платформу SkySchools, которая создана для обучения английскому языку. Там бесплатные ресурсы. Плюс тоже рабочие тетради. По-французскому пока еще нет, но я очень надеюсь, что добавим, потому что это совместный проект SkyInk и издательство просвещения. И эти рабочие тетради создаются на основе материалов, которые предоставило издательство просвещения. Вот давайте мы с вами посмотрим. Мы начнем с платформы SkySmart. Сверху видите адрес. Я прямо по-русски называю букву транслитерации. Поэтому сейчас посмотрим на принципы, на то, как это работает, и посмотрим, что из этих принципов можно использовать и по другим предметам. Что из себя представляет интерактивная рабочая тетрадь SkySmart? Это рабочая тетрадь с заданиями на основе готовых рабочих тетрадей издательства просвещения. Тетради есть для 5-11 классов, и вы увидите, что там прибавляются материалы. Задания по немецкому языку коллеги пока еще нет, но вы сейчас увидите, что можно взять из каких-то материалов по другим предметам. Там сейчас задания для четвертой четверти учебного года, то есть для того, что максимально сейчас требуется, чтобы облегчить работу. С автоматической проверкой заданий, и, как уже говорили, это бесплатно. Родители не хотят платить за тетради, и это действительно большая проблема. Сейчас, коллеги, увидим эту ситуацию. Вот хорошо, когда, как Наталья Белоусова пишет, что все проще, школу маленькому учителям доверяют. Достаточно сообщить, кто был на связи, и оценки в дневнике.ру. Конечно. И так по-хорошему и должно бы быть. Коллеги, сейчас посмотрим. Начальных пока еще нет. Посмотрите, пожалуйста, на те предметы, которые есть сейчас. Это русский язык, математика, общество знания, геометрия, алгебра. Это уже с седьмого класса начиная. Информатика и физика. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Вот это вот есть, и мы с вами посмотрим сейчас, как это работает. Я покажу то, что подойдет и для Rainbow English тоже. Вы увидите. Вам, скорее, здесь подойдет платформа 2СКС. Как быть дефектологом и логопедом? Здесь отдельная проблема, к сожалению. Я планировал в конце вебинара немножечко поговорить о детях с ОВЗ. И посмотрим. Для началки то, что я покажу, кое-какие материалы для 5 класса подойдут. Биологии и истории пока еще нет, коллег. Но давайте посмотрим, как это работает. Я уверен, что если потребность будет, и вы об этом, кстати, можете написать в издательство просвещения, что вы были на вебинаре, увидели эту платформу, и вам хотелось бы добавить этих материалов. Нет, эта платформа бесплатная. Поэтому давайте посмотрим, значит, что там происходит. Да, для детей с ОВЗ действительно проблема. Я недавно проводил вебинар для Томского ИПК. Мы как раз для группы учителей говорили про ОВЗ, и там проблема очень серьезная с этим делом, и есть методические вещи. Коллеги, вот для того, чтобы тетради появились по другим предметам, об этом желательно написать в издательство просвещения, написать, что вы были на этом вебинаре, вас заинтересовала эта платформа, и вы хотели бы такие тетради тоже. Skyeng создал буквально за три недели эту платформу, или за две. То есть там огромные ресурсы были привлечены для того, чтобы была такая возможность. Как SkySmart работает? Посмотрите, регистрация очень простая. Сейчас покажу. Там фактически вы пишете номер телефона, адрес электронной почты, имя, фамилию, все. Ничего другого не нужно. Вы можете создать класс, вы можете выбирать задания из готовых, и вот здесь как раз индивидуализация начинает работать. При этом для учителя у вас уже есть готовые ответы. Вам не надо самим проверять эти вещи. У детей ответы автоматически проверяются, то есть сразу экономится время на проверку всех этих вещей. А вот сколько времени займет на планирование урока и заданий, мы сейчас увидим. У вас есть предпросмотр упражнений. Вы увидите, как это будет выглядеть. Кому писать про тетрадь, можно написать на общий адрес, то есть просто заходите на сайт просвещения, и адрес контактный для связи, который там есть, можно написать про него. И этого достаточно будет. И для того, чтобы отправить ученикам задание, у вас автоматически генерируется ссылка одна, и вы эту ссылку отправляете. И результаты работы учеников сразу появляются в личном кабинете учителя. Коллеги, вы напишите то, что требуется, и тогда эти вопросы могут начать решаться. Вот коллеги пишут, используем SkySchool. Сначала обрадовался, очень понравилось, но потом дети нашли ответы. Вы знаете, это та же самая проблема, как с решебниками. Есть бумажный учебник и рабочий тетрадь. Дети найдут ответы в интернете, либо решебники найдут. Есть электронные вещи, там есть определенная защита, потому что порядок заданий меняется, еще что-то. Но те, которые хотят работать по решебнику, мы здесь мало что сможем сделать. Есть один простой очень прием. Во время урока даем ровно то же самое задание и просим сделать еще раз. Мы же всегда наверняка можем сказать, какой ребенок с решебником работал, какой не с решебником. И, соответственно, если ребенок работал по решебнику, в классе он задание особо не сделает, и мы ему ставим оценку не за домашнюю работу. Вот на SkySmart учеников регистрировать не нужно. Вы им отправляете ссылку, и этого достаточно. То есть вы не тратите никакого времени, это я отвечаю на вопрос Анны Шабановой на комментарии, вы совершенно не тратите времени на то, чтобы ученики, кроме того, что вы просто по электронной почте отправляете результаты. Вот сейчас мы посмотрим, где можно посмотреть результаты. Давайте, коллеги, сделаем так. Мы прямо сейчас с вами даже попробуем это сделать. Итак, как регистрируется учитель? Посмотрите, пожалуйста. Имя и отчество вводим, фамилию, электронную почту, номер телефона и жмем кнопку «Зарегистрироваться». Это мы, когда заходим на сайт, вверху у нас кнопочка «Войти», мы на нее нажимаем, и у вас появляется экран для входа. И написано, если нет еще аккаунта, то зарегистрироваться. Это абсолютно бесплатно. Что у нас дальше? Задание, как мы говорили, взятое из рабочих тетрадей. Ученик видит задание вот в таком виде, мы слева видим. Когда есть упражнение, ребенок пишет ответ, жмет кнопочку «Завершить», все, вам ответ отправился. И затем у нас появляется вот такой вот классный журнал. Мы по каждому заданию видим, кто из учеников перешел по ссылке, которую вы отправили. Сколько детей начали делать это задание? Сколько из них закончили? Какой средний балл? Мы видим, например, что вот такой ученик выполнил на 10 баллов, у него 0 ошибок. Здесь мы видим, сколько ошибок сделали ученики. Нажимаем кнопочку «Подробнее» и видим, где ошибки. То есть это действительно удобная вещь. Как у нас задания создаются? И учитель может создать столько комплектов заданий, сколько потребуется. Вплоть до того, что даже список появляется, потому что есть ваш аккаунт и ваша личная ссылка. Те, кто прошли по ссылке, которую вы отправили, автоматически привязываются. Ученик вводит свою фамилию, посмотрите. Вот у ученика в правой колоночке мы видим с вами. Приходит, вот так выглядит задание по электронной почте. Тебе пришла домашняя работа по английскому, например, или там по другому предмету. Там всего столько-то упражнений, чтобы начать введи фамилию и имя. Ребенок вводит фамилию и имя, номер телефона, номер телефона родителя для подтверждения и жмет кнопочку «Решить задание». И все. Вот давайте мы сейчас посмотрим, как это работает. Я сейчас запущу показ экрана, чтобы мы с вами увидели, как работают по разным предметам эти вещи. Коллеги, скажите, пожалуйста, напишите мне, появился перед вами экран с надписью «Интерактивная рабочая тетрадь для 5-11 классов». Появился. Давайте я покажу, как это работает. Мы выбираем предмет. Ну, предположим, давайте я начну с того, что мне ближе всего, с английского языка. Посмотрите, мы нажали, мы выбираем класс. Ну, предположим, у нас ученик в 10 классе. И вот перед нами пока сейчас только два учебника. Если у вас вам нужен другой учебник, то жмете «Напишите нам». Вы, кстати, тоже, коллеги, можете так сделать и пишите, какой вам учебник требуется. Ну, возьмем, например, Spotlight как наиболее массовый учебник. Переходим к выбору упражнений. И посмотрите, пожалуйста. Сейчас это четвертая четверть, поэтому тот модуль, те модули седьмой и восьмой, которые сейчас проходим. И мы видим, например, предположим, мы хотим посмотреть, что из себя задание представляет. Только мы на него навели, мы уже видим предпросмотр. И мы видим, что ребенку придется сделать. Захотели это задание использовать? Хорошо. Не захотели? Выбираем другое, например, идиомы. Вот такое задание. Причем, посмотрите, пожалуйста, нам не надо его самим делать. Мы видим, что можно перетащить. У нас есть подсказка. Стоит нам только сюда навести, на пробел, и у нас появляется слово, которое здесь должно быть. То есть мы все можем прочитать, все ли здесь нам нужно. И мы, например, выбрали вот это вот задание, идиомы. Затем мы смотрим на аудирование и говорение. Предположим, мы говорим вот на эту тему. Мы хотим дать задание. Ага, мы видим, что здесь подходит. Мы выбираем вот это вот задание. Но, к сожалению, у детей нагрузка большая, поэтому мы им, предположим, даем материалы еще для подготовки к экзамену. Смотрим, какой нам подойдет. Подходит нам вот этот, это аудирование. Если мы нажмем, сразу аудио пойдет. Или нам подойдет другое задание, которое мы сегодня тренируем на чтение. Предположим, мы берем аудирование, потому что оно требует времени, на уроке не всегда время есть. И все, посмотрите, мы создали задание. И что у нас получается? Мы нажимаем на ссылку, чтобы ее скопировать, и отправляем по ученикам. Можем отправить в чате, в WhatsApp. Можем по электронной почте. И у нас получается вот такое. Обратили внимание, коллеги, у нас это задание появилось. И статистика по классу. Мы увидим, кто перешел, кто начал делать, кто закончил. Предположим, нам надо добавить задание по другому предмету, так как работают коллеги. Например, у нас сегодня есть учителя, которые три предмета ведут. Возьмем общество знания. Выбираем точно так же 10 класс. Перед нами появился учебник, который нам нужен. И мы выбираем, например, можем точно так же посмотреть, о чем идет речь, как выглядит это задание. Можем проверить, какие варианты будут. Причем, более того, мы даже видим, например, ответ неправильный. Вот на ответ правильный у нас, правильный подсвечен. Но если ребенок сделал с ошибкой, то уже у нас высвечивает, что он не с первого раза просто все сделал. То есть вот так вот мы можем с этим работать сами заранее, если у нас есть силы и время задания прорешать. Ну, предположим, мы выбрали вот это вот задание. Мы выбрали, взяли тему повторения. Опять же, посмотрели на вопросы. И видите, у нас есть возможность выбора, но нам система подсказывает. Вот он, правильный ответ должен быть. И, предположим, мы выбрали два задания. И вот они у нас появились. Давайте мы с вами сейчас потренируемся. И, предположим, ну, с английским языком не будем делать. Я вам прямо сейчас отправлю ссылку. И видите, кстати, здесь у нас окончание другой этой ссылки. То есть она персональная. Давайте мы проведем маленький эксперимент. Я скопировал ссылку. Я вам сейчас ее отправляю в чат. Коллеги, я вас хочу попросить, поскольку это на русском языке, попробуйте, пожалуйста, прямо сейчас откройте эту ссылку в другой вкладке и попробуйте выполнить одно или два задания прямо вот вслепую. То, что появится. Хорошо? Я сейчас останавливаю пока показ экрана. И мы сейчас увидим, как только вы попробуете, мы прямо проводим натурный эксперимент. Как только вы попробуете, я сразу же увижу, и вы сразу увидите, сколько людей у нас перешло по этой ссылке. Нас сейчас много, поэтому даже если несколько человек всего перейдет, мы уже увидим результаты. Сколько выполнило и как выполнено. Просто посмотрите, из-за того, что нас очень много пошло сразу, у нас участников вебинара 1195. Поэтому если вся тысяча пошла туда, или хотя бы 500, то какое-то время это займет. Можно вернуть ссылку. Сейчас напишу. Так, коллеги, как бы нам сайт не подгрузить сейчас. Не подумал про этот момент. Коллеги, скажите, пожалуйста, кому-то удалось уже пройти, войти так, чтобы у вас подгрузилось все? Не удалось. Так, коллеги, давайте пока сейчас снизим нагрузку на сайт. Пока не... Давайте пока не делаем ничего, ладно? Иначе мы просто сейчас обрушим все возможности. К счастью, класс это все-таки 20 учеников, а не тысячи. Поэтому там должно сработать. Так что давайте подождем. Ну, давайте сделаем так. Так, в конце вебинара, вот Наталья Белаусу пишет, видели, как работает, когда внучка выполняла задание. Вот, вошли. Видите, как только нагрузка пошла, а по стране получается другая ситуация. По стране же задания разные. Мы сейчас пошли на одно конкретное задание, которое я вам создал. И поэтому, когда у нас тысяча человек пошло на одно единственное задание по одной единственной ссылке, конечно, это подвисло. Когда у вас заходит 20 учеников, то это, конечно же, другая картина. Ну что ж, коллеги, давайте тогда вернемся к презентации. У вас результат появляется. Вы просто кликайте на те задания, которые... Коллеги пишут, когда тысяча придет даже по 20, коллеги, есть разница, вы приведете на сайт на разные страницы или на одну и ту же. Мы сейчас с вами попробовали зайти на одну и ту же страницу, одну единственную. Поэтому давайте мы сейчас пока перестанем загружаться. Вот у кого-то это сработало, у кого-то это не произошло. Поэтому давайте мы с вами продолжим тогда пока нашу работу с презентацией. Хорошо? Поговорим. Я на всякий случай, как любой предусмотрительный учитель, я точно так же, как и вы, сделал самые разные скриншоты для того, чтобы мы могли с вами поработать с ними, поработать с этой ситуацией, даже если что-то не работает. Поэтому можно будет после вебинара. Я просто в конце вебинара покажу, кто-то уже успел зайти, поэтому, видите, получилось. Давайте я теперь покажу, как работает платформа SkySchool. Ну, то есть еще разок повторим, что на SkySmart получаются разные предметы, разные учебники, разные рабочие тетради, но для четвертой четверти. Если вам нужен какой-то еще учебник, когда вы туда заходите, регистрируйтесь, вы можете прямо там нажать на кнопочку и написать, что вот нет такого учебника, хочу вот такой учебник. Доступ абсолютно бесплатный. Доступ абсолютно бесплатный. Коллеги, для того, чтобы зайти на SkySmart, вы набираете адрес еду.skysmart.ru. Этого достаточно. Останется ли платформа SkySchool бесплатной после 24-го числа? Мы сейчас про это поговорим. Абсолютное большинство материалов, 90% на SkySchool бесплатные. Только рабочие тетради. Платные. Вот сразу вопрос, можно ли добавить музыку в ОБЖ? Коллеги, вот о том, чтобы появились другие предметы, можно написать в издательство «Просвещение». Мы про это с вами поговорим еще разок в конце, потому что это совместный проект на основе рабочей тетради. Вот Людмила Вадимовна пишет уже, что работать с тетрадями SkySmart очень удобная экономия времени. Адрес SkySmart я сейчас напишу еще раз. Одну секунду. Вот, написал. Поэтому посмотрите, у кого-то внучка работает, кто-то как ученик, кто-то работает как преподаватель. Обратите, пожалуйста, внимание. И давайте посмотрим, как работает SkySchool. А потом в конце тетради на SkySmart бесплатные. На SkySchool. Там только четвертая четверть модуля. На SkySchool. Обратите внимание, пожалуйста, коллеги. На SkySchool. Что у нас есть? Там есть... Вот сейчас поговорим про различия. На SkySchool есть электронные рабочие тетради с интерактивным упражнением к учебникам Spotlight и сферы на полный учебный год. Не только, коллеги, потому что без ссылки вы зашли легко, потому что... Так вот, коллеги пишут, пробовала раньше, но текст задач по математике не содержит математические выражения. Даже знак равно записан словом равно. Что это такое, требует доработки. А вы проверьте, может быть, там что-то поменялось, либо можно информацию представить. Поэтому посмотрите, есть адрес edu.skyink.ru, и у вас там будет возможность зайти и на SkyS, и на SkySmart. Посмотрите, пожалуйста, что на SkySchool. Это для учителей английского языка. Там есть полные электронные рабочие тетради, а также есть, вот за счет чего индивидуализация работает, дополнительные упражнения по лексике, грамматике, чтению и аудированию, в чем запись создана носителями английского языка. SkySchool бесплатно, кроме рабочих тетрадей. Рабочие тетради до 24 апреля. Пока бесплатные в условиях карантина. Дальше, ну, посмотрим, может быть, будет возможность что-то продлить. Бесплатный доступ. Но там рабочая тетрадь, электронный доступ стоит на год столько же, сколько купить тетрадь на бумаге. Никакой разницы. Там есть интерактивные тесты, готовые тематические уроки. Задания в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, их сейчас скрыли, потому что готовятся новые тренировочные тесты, они появятся с сентября. Там есть возможность создать отдельный класс и работать с конкретным классом. Но там процедура чуть-чуть посложнее, но зато она очень удобная. Там есть жесткий контроль, никаких утечек информации не бывает. Просто так никто не попадет. Только те, кому вы дали логин и пароль. И возможность получать информацию полную о работе каждого ученика. Сейчас мы посмотрим об этом. Вера Васильевна пишет, возникали вопросы у ребят. Дети с телефона не всегда видят, как перейти на следующее задание. Почему-то у некоторых заданий лексика не работает, кнопка звук. Коллеги, давайте сделаем так. Я в конце дам адрес электронной почты и телефона, на который можно написать и позвонить, если технические проблемы. И обязательно помогут. Хорошо. Насчет тетради к учебникам Кузырева. Пока еще нет. Но, коллеги, если тетради нужны, вы заходите на SkySmart, нажимаете кнопочку и пишите, что нужен вот такой вот учебник. И эта информация учитывается, конечно же. Можно ли работать с одним учеником, а не с классом? Можно. Вы просто создаете класс, в который вы записываете одного единственного ученика. И все. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит на платформе SkySchool. У нас с вами вы создаете классы. И вы, когда заходите как учитель, вы видите, вот у вас такой-то, такой-то, такой-то класс. Вот здесь работа с главой завершена. С этой главой вы сейчас работаете. Здесь у меня статистика мартовская еще. Здесь мы вообще в такой-то класс еще никаких заданий не создавали. И вот пока такая картина у нас. Коллеги, если вы считаете, что есть какие-то ошибки, напишите, пожалуйста, обязательно про это. Можно ли будет создать на SkyS задание для Rainbow? Там сейчас пока Spotlight и сферы. Я думаю, что здесь как раз можно это предложение написать издательству просвещения, потому что это совместная работа. И вот посмотрите, когда мы заходим на рабочие тетради, например, по Spotlight, мы выбираем. Мы выбираем модуль. Здесь на весь учебный год есть. Мы выбираем те задания, которые нам нужны. И мы видим, например, к этой главе у нас есть для экзамена два вот таких вот упражнения, которые можно использовать. И мы выбираем, какое задание использовать, с чем поработать. Причем вот это не только для домашней работы. Мы же это же самое можем делать во время дистанционного урока в Zoom. Включаем просто трансляцию экрана, и это работает. Вот как выглядят, например, дополнительные упражнения на грамматику. У нас есть указание, какое время. Мы ставим глагол в этом предложении, в страдательный залог в этом времени. Вот у нас кнопочка перехода. Продолжаем задание. И мы все эти вещи видим. Вот коллеги пишут. Если создаю задание по разным частям модуля, платформа дает выбрать только одно задание. И в домашнем остается последний. Может быть, я что-то неправильно делаю. Коллеги, вы знаете, здесь можно обратиться в службу поддержки, потому что я не смогу сейчас вам детально ответить на этот очень конкретный вопрос. Как работать с КС Колледж? Это для университетов отдельный учебник и отдельная программа. Я сейчас несколько слов скажу, но пока вот мы про индивидуализацию говорим вот в такие вещи. Коллеги пишут, немного отстаю в учебнике Spotlight. У меня в доступе только модуль, который сейчас проходит по программе. Здесь вот в чем проблема. Это вы по платформе SkySmart когда работаете. Там только модуль на последнюю четверть. Если вам нужна вся рабочая тетрадь, зайдите на SkySchool, и у вас там будет полностью доступ. До 24 апреля будут они в доступе. Коллеги пишут, пересылка на вебинар, указаны было все предметы. Почему только про английский язык идет речь? Мы начали говорить про общие принципы индивидуализации. Мы посмотрели платформу SkySmart, где выбор предметов довольно большой. И мы будем в завершение говорить еще раз, как мы можем провести индивидуализацию занятий. Просто, естественно, мы показываем на примерах того, мы показываем на конкретных примерах. Поэтому какие-то вещи могу, какие-то вещи могу также посоветовать. Но у нас будет еще один вебинар на эту же тему 17 числа. И вот здесь как раз логопеды и дефектологи. Давайте мы сделаем так, коллеги. Тот вебинар у нас планирует провести проректор Московской, согласился провести проректор Московской международной академии. Я ваши пожелания передам. Хорошо? Но я постараюсь тоже информацию какую-то найти. И я тогда просто подготовлю отдельные слайды и предложу добавить в презентацию выступление. Если вдруг что-то случится и не сможет коллега провести вебинар, тогда я его проведу. Я информацию добавлю. Значит, что еще? После 24 апреля что будет платным? Коллеги, пока идет речь только про рабочие тетради. Остальные ресурсы остаются абсолютно бесплатные. Вот коллега пишет. Юлия Гудкова прошла по заданиям по русскому языку. Интересно, особенно для закрепления материалов. Нужны учебники по немецкому языку. Коллеги, напишите, пожалуйста, просвещение об этом. Я думаю, что это моменты реализуемые. Просто здесь нужно нам договориться, а это как раз ваши обращения будут основаниями. Кому конкретно можно написать на общий адрес для связи? Прямо так и напишите, что вы были на вебинаре таком-то, увидели учебники по другим предметам на этой платформе. Значит, SkySchool, как регистрируется учителем? Зашла на сайт, там только войти. Нажмите «Войти», и у вас появится выбор. «Войти» и зарегистрироваться. И посмотрите, пожалуйста, коллеги, что здесь еще есть. Есть грамматический справочник. Он на английском языке, правда, но всегда можно детям сослаться на эти материалы, которые требуются. И посмотрите, пожалуйста, по какому вы здесь учебнику не занимались, вы можете найти дополнительные материалы, потому что здесь не только рабочие тетради, но и набор упражнений. Посмотрите, пожалуйста, и то, что входит в ОМК, и дополнительные упражнения, очень большое количество. Рабочие тетради – это примерно 10% того, что здесь есть. За счет чего происходит индивидуализация обучения? За счет того, что есть большой выбор заданий. Можно быстро выбрать задания нужного уровня прямо по классам и нужной тематике. Есть электронный словарь и грамматический справочник, а также возможность для родителей и учеников. Поэтому, коллеги, для тех из вас, кто работает по другим предметам, я вам показал материалы, которые можно использовать. Вернее, я вам показал материалы, которые существуют, и возможность добиться того, чтобы эти материалы тоже могли бы появиться в будущем. Поэтому ведь этим же годом учебным, к счастью, не заканчивается. Этим же учебным годом не заканчивается ситуация, правда? И причем более того, так, я сейчас видел какой-то комментарий про дистанцию физкультуры. Какие рекомендации будут? Вообще нет никакой информации, стоит ли время на вебинаре тратить. Коллеги, по физкультуре могу посоветовать следующее. Но здесь, к сожалению, работа для учителя требуется. По физкультуре можно посоветовать видеозаписи уроков на YouTube. Как отсылать эти задания на сайте с КС ученикам? Там есть кнопочка «Назначить классу. Система автоматически отправляет». По физкультуре задания на YouTube. Давайте сделаем так, коллеги. Я могу вам дать адрес своей электронной почты. Я уверен, что вы и сами знаете многие ресурсы. Но я могу сделать так. Давайте я вам напишу сейчас свой адрес электронной почты. Вы можете мне написать письмо, написать предмет. Хорошо? Ваш предмет. И я постараюсь вам прислать список ресурсов именно к вашему предмету. С материалами, которыми можно пользоваться бесплатными. Хорошо? Значит, думаю, при отсутствии детей возможности выхода в интернет, можно будет скриншоты экрана рассылать как дополнительное задание. Пусть проверка будет своя, но не все же в своем стаку варится. Но бывает и такая проблема, к сожалению. Коллеги, я еще раз напишу свой адрес электронной почты. Хорошо? С маленькими группами можно работать? Весь класс не подключен интернет? Да, можно работать хотя бы с маленькими группами. Но посмотрите, мы говорим о вариативности. А вариативность за счет чего появляется? Вариативность появляется за счет дополнительных материалов разного уровня сложности. Вариативность может появиться за счет дополнительного материала, который ребенок может освоить самостоятельно. Я вам постараюсь, коллеги, прислать эту информацию, хорошо? По другим предметам. Как оценить баллы до 10 по 5-бальной шкале для журнала? Я бы сделал здесь для себя некую шкалу и объяснил обязательно детям. Например, я бы сказал бы там 8-10 баллов получили. Это пятерка. Например, там 6-7 баллов – это четверка. 4-5 баллов – это тройка, если вас такая шкала устраивает. То есть вот так вот можно сделать. Правда же? И что здесь удобно, как мы говорили про платное, если мы говорим про SkySchool, то фактически платным является только доступ к электронным рабочим тетрадям, к учебникам. Но это по цене на год бумажной рабочей тетради. И плюс до 24 апреля. И это сейчас бесплатно. Коллеги, на SkySmart попробуйте, обязательно получится. Там регистрация занимает буквально несколько секунд. Возможно, сейчас идет… Возможно, там проблема сейчас в том, что мы с вами устроили большую нагрузку. Это фактически как атака доступа. Вот такие вот моменты. Если нужно будет платно сделать, у вас есть доступ к презентации, вы ее можете скачать. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, если вы зайдете сейчас в файлы к вебинару, то вы можете эту презентацию скачать. Там все материалы есть у вас. И вы можете затем воспользоваться всеми этими ресурсами, всей информацией. Здесь есть подробная информация о том, как школа сможет при необходимости это сделать. Коллеги, мы уже заканчиваем вебинар, буквально уже парочка минут остается. И каким образом можно организовать дистанционное обучение? Во-первых, нужен какой-то инструмент для трансляции видеоурока, например, через Skype или через Zoom. Может потребоваться интерактивная онлайн-доска. Обратите, пожалуйста, внимание на ссылки. Скачайте, пожалуйста, презентацию. Это бесплатные интерактивные доски, когда и ученик может на доске писать и рисовать, и мы с вами можем писать, и мы все это будем видеть. Более того, мы еще и сохранить сможем. И не скриншотом, а специально файлом. Доступ к платформе SkyS, например, по такому-то адресу или SkySmart. Ну, видеокамера, микрофон, мы это и так делаем. И плюс еще документ в Google Docs для того, чтобы мы разместили там ссылки для входа на онлайн-уроки, если мы по Skype работаем. Коллеги, смогу предложить для учреждений технологии, давайте вам дам свой адрес электронной почты, и вы мне тогда по электронке напишите и предмет. Я вам сегодня сделаю подборку и постараюсь прислать некоторые ресурсы. Возможно, какие-то из них вы будете знать, но какие-то могут пригодиться. Хорошо? И, коллеги, в завершение. Значит, мы создаем онлайн-встречу, например, в Zoom, отправляем ссылку ученикам. Хорошо, когда это все в одном документе. Начинаем урок в Zoom. Дети вас видят, слышат. Пользуемся интерактивной доской онлайн, если надо, чтобы ученики на ней писали, и делайте демонстрацию экрана. Или, если у вас есть планшеты, вы от руки что-то... Коллеги, вы свою почту здесь не пишите, потому что видеозапись может попасть куда угодно потом. Я имею в виду, что кто-то ее может выложить. Главное, чтобы ваш адрес не попал куда-нибудь спамером, который начнут вам все коммерческие предложения слать. Я уж как-нибудь поперплю, если мне начнут слать. Вот мой адрес. Я вам его еще раз выложу. И затем назначайте детям упражнения в SkyS или в SkySmart. Дети выполняют прямо во время урока. Вы сразу результаты видны. То есть здесь довольно просто все. И на домашние задания точно так же им даете упражнения. Ребенок дома может работать с компьютера, с планшета, с телефона, как ему удобней. И так и так все работает. И, коллеги, в завершение, что вам может помочь еще? Есть подробный справочник на платформе SkySchool, как работать со всеми этими вещами. А также, коллеги, есть онлайн-курс повышения квалификации, если вам нужен. За него выдается удостоверение государственного образца. Этот курс, если ваша школа уже работает по SkyS, хотя бы более чем в одном классе, вы этот курс сможете пройти абсолютно бесплатно. Как это делается? Ну, в общем, коллеги, подводя итоги, я понимаю, что поскольку у нас были коллеги, которые преподают разные предметы, далеко не все увидели конкретную информацию именно по своему предмету. Но, тем не менее, из тех возможностей, которые мы с вами рассматривали, что вам показалось наиболее полезным? Вот нужна функция распечатать результаты. Отлично. Что еще нужно? Ну, что используете, вы уже говорили про это. А, коллеги, а что вы хотели бы попробовать из того, о чем мы с вами говорили, в ближайшие дни? Кстати, если кого-то интересует английский язык, я сегодня буду еще проводить вебинар в 16.00 на платформе 1 сентября. Поэтому можете зайти, он абсолютно бесплатный. Я попробую сейчас видеокамеру все-таки. Тогда все зависло. Да, в 16.00 по Москве, это издательский дом 1 сентября. Я буду рассказывать про обучение смысловому чтению. Коллеги, давайте сделаем так. Я еще раз дам сейчас адрес электронной почты. Хорошо. И самое главное, я вам сейчас дам адрес технической поддержки. Кстати, вы и туда можете написать, например, что вам хотелось бы учебник по такому-то предмету. На тот вебинар, да, в 16.30 регистрация нужна, но это можно сделать прямо сейчас, это абсолютно бесплатно делается. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги. Вы можете либо позвонить по телефону, если какие-то проблемы возникают с работами этих платформ. На 1 сентября тоже запись будет. Они размещают, там прямо по лектору можно найти. И посмотрите, адрес электронной почты forschoolskyeng.ru Можете написать сюда, и ответы обязательно будут. И обратите внимание, пожалуйста, мы уже завершаем, коллеги, потому что мы с вами час проработали, а это не просто в дистанционных вещах по биологии и химии. Коллеги, напишите мне, я постараюсь вам прислать материалы. Хорошо? Я сейчас напишу свой адрес электронной почты. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Есть промокод, по которому вы можете со скидкой в 10% приобрести то, что вам нужно, в том числе и рабочие тетради, и учебники, конечно же, можете приобрести в интернет-магазине. Так что, по крайней мере, хотя бы такая польза от вебинара есть. Дети писать разучатся. Вы знаете, мы и сами, к сожалению, тоже писать разучиваемся. Я себя ловлю на том, что когда пытаюсь что-то писать от руки, а потом очень долго пытаюсь разобрать собственный почерк, потому что обычно пишешь в электронном виде. Жизнь меняется, требования меняются, поэтому все равно, к сожалению, мы с этим ничего с вами не сделаем. Мы можем поддерживать у детей умения, каллиграфические и прочие вещи, но поддержание не равно развитию. Коллеги, сертификат вы можете уже скачать. Он выложен, обратите, пожалуйста, внимание, он выложен по ссылке во вкладке «Файлы». Вы скачиваете сертификат, вписываете о себе информацию, и у вас сертификат будет. И презентацию вы точно так же можете скачать. Ну что ж, коллеги, мы завершаем тогда. Большое вам спасибо. А, прошу прощения, вкладка «Вопросы». Я же не ответил, у нас есть еще 5 минут. Значит, где найти курсы, коллеги? Когда вы заходите на Skyeng, вот эта информация есть, плюс адрес электронной почты, я еще раз верну, можете найти эту информацию и написать насчет курсов. Туда, если вы уже работаете хотя бы более чем в одном классе по сервисам Skyeng. Появится ли ОМК Rainbow English? Об этом нужно написать в издательстве просвещения, что вам хотелось бы с этим работать. Дальше. Сейчас тетради бесплатные, находятся в свободном доступе, сохранятся это на постоянной основе, доступно бесплатно. Коллеги, рабочие тетради полные. Скорее всего, все равно с нового учебного года будут платными. Сейчас пока продлено по 24 апреля, но здесь принимает решение само издательство, поэтому я здесь не могу ответить на этот вопрос. Рассматривает ли вы создание тетради других ОМК? Спасибо. Конечно, рассматриваем. Об этом желательно написать, какие именно ОМК нужны. Иногда ученик не может делать задание, что-то не работает, у него висит. И эта проблема техническая, она, к сожалению, все равно будет. Она зависит от связи, от мобильного устройства или от компьютера, которым пользуется. Поэтому любые технические сбои, если это сбой на платформе, пишите нам. Если это сбой со связью, но здесь мы вряд ли что-то можем сделать, мы можем только предоставить материалы. Коллеги пишут, дети выполняют задание, пишут правильный ответ иногда. Система выдает, что ответ неверный, снижается балл. Коллеги, если находите ошибки, пишите, мы их обязательно исправим. Хорошо? Чтобы вам не пришлось в ручном режиме. Так, что еще у нас? Прошу включить опцию редактирования персональных данных. Коллеги, я передам разработчикам. Что еще у нас? Есть функция распечатать результаты, как оценить задание. Мы про это поговорили. Как перевести 10-бальную шкалу в 5-бальную. Можно отправить ссылку детям через электронный дневник. Любую ссылку, где вам угодно, вы можете разместить, и дети сработают. Смогут про ней пройти. Будет ли рабочая тетрадь по технологии? Коллеги, напишите нам, что это нужно. SkySmart будет на следующий год. Коллеги, переговоры ведутся. Что еще? Планируется ли введение тетради по истории? То же самое. Напишите, пожалуйста. В общем, это начало только большого пути. Вы знаете, что и Skyeng предоставляет разные материалы и разные возможности. Надеюсь, что будет возможность еще нам что-то добавить. Задания те, которые всегда будут бесплатны, или этот месяц. Коллеги, с тетрадями SkySmart, все, что сейчас там есть, это бесплатно. То, что SkySchool, рабочие тетради, полные, пока бесплатно, до 24 апреля, все остальные материалы абсолютно бесплатно полностью. И они бесплатными и остаются. И с сентября появятся новые тесты и тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Ну что ж, коллеги, давайте мы тогда заканчиваем. Спасибо большое. Наше время стремительно завершается. Я еще раз напишу адрес своей электронной почты на всякий случай для связи. И до новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok